Рассмотрим создание гиперссылок. Гиперссылка — это элемент управления, необходимый для навигации внутри презентации или для перехода к другому внешнему ресурсу, в качестве которого может выступать интернет-адрес, адрес электронной почты, новый документ и так далее. Объектом, для которого создается гиперссылка, может быть текст, фигура, рисунок и объект WordArt. Перед тем, как вставить гиперссылку в презентацию, на слайде нужно создать какой-либо объект. Перейдем на второй слайд и вставим на него прямоугольник. Прямоугольник построили. Для создания гиперссылок существует несколько способов. На вкладке «Вставка» в группе «Ссылки» выбираем пункт «Гиперссылка». Прямоугольник должен быть выделен. Проделать эти операции также можно, вызвав контекстное меню и команду «Гиперссылка». Открывается диалоговое окно «Вставка гиперссылки». В этом окне необходимо выбрать, с чем связать объект. Группа «Связать с». Что может открываться по щелчку на гиперссылке? Первое. Файл и веб-страница. Если требуется, чтобы при нажатии на кнопку был открыт какой-либо файл, то здесь указывается путь к этому файлу. Если при просмотре презентации нужно открыть веб-страницу, то в строке «Адрес» указывается URL-адрес. Например, «Yandex.ru». По щелчку «Мыши» на объекте откроется выбранный адрес. Второе. Место в документе. Данный вид гиперссылки используется, когда необходимо настроить переход с одного слайда на другой. Например, здесь можно выбрать следующий слайд. Указан следующий слайд. При показе презентации нажимаем гиперссылку и переходим на указанный слайд. Вернемся на предыдущий слайд. Продолжим. Выделим созданный прямоугольник и нажмем «Гиперссылка». Следующая опция — «Новый документ». Этот вид гиперссылки используется, если необходимо создать новый документ. Например, новую презентацию, рисунок, текстовый документ и так далее. Выбираем, какой именно новый документ планируется создать. Например, нужно создать текстовый документ. Выбираем «Изменить» и вводим название нового документа — «1». Укажем тип файла, текстовый, подтверждаем действие. Новый текстовый документ создан. Следующий пункт — «Электронная почта». Он используется для создания электронного письма, заданной темы или электронного адреса. Это основные виды гиперссылок, доступные в презентации. Отменим изменения и продолжим. Кроме объектов, можно использовать в качестве гиперссылки текст. Для этого необходимо добавить какую-либо надпись. Наш текст. Выделяем этот текст на слайде и создаем гиперссылку одним из рассмотренных способов. То же самое, окно открыто. Создадим ссылку на веб-страницу, например, outlook.com. Синий цвет текста, который по умолчанию приобретает гиперссылка, может не подходить к основному оформлению слайда. Для изменения цвета выполняем следующие действия. Открываем вкладку «Дизайн». Переходим к вариантам и входим в группу «Цвета». Здесь представлен готовый набор цветовых схем, любой из которых можно воспользоваться. Но наша задача создать свой цвет и гиперссылки, поэтому выбираем «Настроить цвета». Открывается диалоговое окно «Создание новых цветов темы». Нас интересуют две строчки. Первая — гиперссылка. Зададим какой-нибудь цвет. Например, этот. И цвет для просмотренной гиперссылки. Для просмотренной гиперссылки по умолчанию установлен фиолетовый цвет. Изменим его на зеленый. И нажмем «Сохранить». Цвет гиперссылки автоматически изменился. Стоит заметить, что для изменения цвета гиперссылки не нужно выделять сам текст. Цвет гиперссылок изменится автоматически во всей презентации. nodо при желании гиперссылки